Обеспечить чистоту и безопасность для всех этому учат отдыхающие первого в России экологического лагеря. Как проводят лето, самые талантливые школьники со всей страны увидела Алена Полоненко. Возьми две. Я две берла. Разжечь огонь в сильный ветер – задача непростая, но по традиции именно у костра участники экологеря на Байкале произносят клятву. И только после получают вот такой галстук. Это знак принадлежности к особому государству, в котором есть правительство, банкиры и суди. Чтобы попасть в этот лагерь, ребята прошли строгий отбор. А затем проехали сотни километров. Сто школьников прибыли со всей России. Это те, кто ведет активную общественную жизнь и отличились талантами. Из Братска выбрали шестерых. Среди них – 17-летняя Юлия Сниткова. Наша делегация из Братска. Мы уже придумали несколько программ. Программы развлекательные. Также думаем о экономической программе. Хотим прорваться в правительство, отправить человека. И вот думаем, как это сделать, какую агитацию. Активная политическая жизнь – только часть работы лагеря. Главная задача ребят – придумывать экологические проекты и реализовывать их в жизнь. Чтобы идеи школьников были жизнеспособны, ребятам предстоит прослушать курс лекций. 19 педагогов будут преподавать краеведение, историю, экологию, пиар-технологии, основы проектной деятельности. Несколько занятий посвятят пионерингу – технике создания различных построек из веревок и жердей. Все полученные знания и навыки пригодятся ребятам для реализации своих идей. Они должны будут определиться, какие объекты экологически необходимы здесь, на Байкале. Они должны будут спроектировать их, нарисовать эти объекты. А потом построить их из бруса с помощью веревок и специальной техники крепежа, чтобы эти конструкции были узнаваемы. Не просто я пришел, и мне говорят, это ветряная электростанция. Я должен действительно понять, что это так. Всех школьников разбили на 10 групп. В таком составе они будут трудиться 14 дней. Схема работы лагеря отточена до мелочей, ведь проект реализуют на Байкале уже второй год. Организаторами стали крупнейшая российская компания в сфере энергетики, металлургии и горнорудной промышленности «Н плюс групп» и благодворительный фонд Олега Дерипаска «Вольное дело». Создание лагеря – это не отдельная, абсолютно автономная программа. Это часть программы «Школа нового поколения», которую мы реализуем в Сипире. А «Школа нового поколения» – это очень комплексная программа, которая направлена на изменение и формирование новой идеологии в школе. Вот как раз летом сейчас идет образовательный процесс в виде длительной образовательной игры. Как и в любом государстве, здесь есть свои деньги, виртуальные. Их присваивают за каждый новый проект. Впрочем, идею и право реализовать ее можно продать команде-конкуренту. Хотя, как показывает прошлогодний опыт, расставаться со своими проектами ребята не спешат. Ведь нет ничего приятнее, чем сделать свой, пусть и маленький экобизнес от начала и до конца. Экологический лагерь будет работать две недели. По окончании школьники получат ценные призы и сувениры. Награждать будут не только тех, кто заработает больше всего виртуальных денег. Отметить могут за интересную идею или даже личностный рост. Алена Полоненко, Андрей Назаров. Новости по будням.